Наше с вами здоровье в этот период это главная ценность. И государство бросает солидные усилия, средства, чтобы сдержать угрозу. Ставятся серьезные задачи, поэтапно реализуется масштабный комплекс мер. Между тем, мы не всегда можем банально найти необходимые лекарства. Есть список из 43 важных медпрепаратов, о котором, кстати, упоминал руководитель страны на одном из недавних совещаний. Так вот, препараты эти должны продаваться во всех аптеках. Чтобы проверить наличие, наша съемочная группа посетила более 20 столичных аптек. Цевтриаксон, ибупрофен, АЦЦ, гидрокортизон. Это далеко не полный список препаратов, которые должны быть во всех аптеках. Но так ли это на самом деле? Мы продолжаем изучать столичные аптеки на наличие препаратов и цен на них. Сегодня мы нередко слышим о ситуации с искусственным завышением цен на лекарства. Второй момент – нехватка нужных препаратов. На сей раз в нашем списке более 40 лекарств, спрос на которых растет изо дня в день. В объективе наших камер аптеки Шахан-Тахорского района. Проводя изучение, мы убеждаемся в том, что больше половины препаратов из нашего списка отсутствуют. Видимо то, что большинство аптек не работает. Некоторые из них закрылись при виде наших камер. Меняем локацию – Алмазарский район. Спрашиваем, что имеется из нашего списка и по какой цене. Ардуан у вас имеется? Ардуан не имеется. У нас даже не было. Ибупрофен? Ибупрофен таблетки? Угу. Есть 1000 сун стоят здесь только. Ясно. Так, Нибутамол нас интересует еще. Нибутамол? Да. Есть 29 тысячи. 29 тысячи? Так, АЦ? АЦ нет. Гидрокортизон? Нет, его тоже давно нет у меня. О, нет. Какие препараты сейчас чаще всего люди спрашивают у вас? Арбидол, эркоферон. Аверол. Фотлинир. Родистамол? Да. Родистамол готовит. И всего этого, что у вас есть? Что вы перечислили? Из этих по концу. Ага. Ибупрофен. Таблетки? В таблетках 7300. Ритонавир? Нет. Какие препараты сейчас чаще всего спрашивают население? Потребители. Ацикловир. Анаферон. Эркоферон. Самый часто спрашиваем? Левонаг. Сейчас нету поступления, даже нету у нас. Мы заказываем на фирмах. Пока сейчас нету. Дефицит препаратов – проблема почти каждой аптеки. Очень сложно найти нужные лекарства. Об этом говорят и потребители. Лекарства в аптеках очень дорогие. Цевтриаксон везде продают по-разному. Но арбидол вообще невозможно найти. Антивирусные препараты становятся редкой находкой. Те, что есть в аптеках, продаются по завышенным ценам. Пусть изучат ситуацию. В безвыходном положении остаются и владельцы аптек. По их словам, нет нужных препаратов и у самих поставщиков. Даже если и доставляются, то в ограниченном количестве. Заказываем фирмам где-то 50 штук, 30 штук. Они дают 10 штук, 5 штук. У них тоже нету. Все хотят взять лекарства. Ну, такой дефицит сейчас. Мы тоже чуть-чуть в какое-то трудное положение. У вас в вашей деятельности какие-нибудь препараты есть? Трудности? Что-то мешает, может быть? Нет, нет, ничего не мешает. Ну, заказываем каждый день лекарства. Ну, некоторые лекарства даже в фирме нету, которые востребованы для лекарства. Какие это препараты? Например, вот Кликсан 0,6-0,8. Еще Фраксипарин спрашивает. Иргоферон спрашивает. Такие препараты очень дефицит сейчас. Каждый день спрашивают больные. Ну, стараемся, но даже в фирме нету это просто. Проводя изучение, мы убедились не только в отсутствии большинства медикаментов, но и заметили, что цены действительно разнятся. Так, стоимость препарата АЦЦ или АЦЦЛ-тистин в одной аптеке 44 тысячи, в другой 42, а в третьей 38 тысяч 500. Небутамол в первой аптеке мы видели за 32 тысячи, во второй и третьей по 29 тысяч. В следующей она продается по 26 тысяч суммов. Значительно разнятся цены на Центриаксон. Вывод – не спешите с покупкой лекарств. Лучше обойти пару аптек и поинтересоваться ценами. Предельные торговые надбавки на лекарственный препарат, она составляет на сегодняшний день 20%. То есть аптека не имеет права ставить на оценку более 20% от той оптовой стоимости, по которой она приобрела тот или иной препарат. Очередные изучения аптечных учреждений показали, что нам не удалось найти ни в одной аптеке препарат Арбидол. Агентство запросило сведения у представительства компании «Фармстандарт» в Узбекистане касательно плана и объема, когда и в каком объеме будет поставлен в Республику Узбекистан препарат Арбидол. По представленным сведениям представительства «Фармстандарт» в Узбекистане в конце июля ожидается крупная поставка препарата Арбидол в объеме не менее 200 тысяч упаковок. Этого объема должно хватить на примерно месяц-два месяца. Это сейчас тяжело определить, потому что спрос ежедневно растет. И цены сейчас агентство по защите прав потребителей запрашивает непосредственно у представителей «Фармкомпаний» здесь, в Узбекистане, а также у оптовых компаний, сведения за последние 6 месяцев, по какой цене сюда они импортировались. Исходя из этих данных, агентство рассчитывает предельную розничную цену на каждый вид препарата. И как только, например, сюда поступит Арбидол в Узбекистан, агентство по защите прав потребителей совместно с департаментом при Генеральной прокуратуре будет осуществлять мониторинг аптек. К сожалению, Арбидол — это не единственный препарат, спрос на который в последнее время сильно вырос. Сюда мы можем зачислить и такие лекарства, как эргоферон, ретонавир, ибупрофен и другие. Поэтому работы, которые необходимо провести соответствующим организациям, предстоит немало. Надеемся, что ответственные министерства и ведомства отнесутся к текущей ситуации с большой ответственностью.